Вы говорили, что не пойдете ни в Сейма, ни в кандидата премьера из-за того, что не хотите бросать столицу, Ригу, так как мэр. И вот сегодняшнее решение партии. Вы кандидат в премьер-министр Латвии. То есть вы поменяли свою позицию или в чем дело? Давайте по пунктам. Во-первых, если у партии Согласия появится возможность получить пост премьер-министра, то этой возможности нужно обязательно воспользоваться. Возможности нельзя от нее отказываться. Хотя бы потому, что это поможет в намного большей степени выполнить те обязательства, которые партия обычно берет перед своими избирателями, перед выборами. Обещая выполнить конкретные вещи, которые связаны уже с нашей конкретной программой. И заканчивая тем, что перед рижанами, те обещания, которые я давал год назад, часто в выборах на пост мэра Риги, от количества заасфальтированных дворов или отремонтированных улиц до, соответственно, новых мест в детских садах и дальше по программе, естественно, на посту премьер-министра команда, работающая в Рижской Думе, сможет все данные рижанам и обещаниям выполнить в полном объеме и в соответствующей сроке. Потому что то, что мы, к сожалению, видим и весь год, который проходил после выборов прошлогодних в самоуправлении, в том числе в Рижской Думе, что отношения между Ригой и правительством, между самоуправлением в целом и правительством, ну, лучше не стали, становятся только хуже. И в этой ситуации, естественно, премьерский пост это тот инструмент, который должен помочь не только рижанам, но и другим самоуправлениям. Я обещал рижанам вместе со своей командой, мы вместе обещали, с одной стороны, конкретные вещи сделать, а должность мэра – это инструмент. Рижанам, в принципе, должно быть все равно, кто выполняет конкретную функцию, главное, чтобы эта функция была связана с тем, чтобы выполнялись обещания. Я не планирую участвовать в выборах в Сейм, как кандидат в депутаты парламента. Я не планирую ни при каких условиях быть кандидатом на пост, скажем, руководителя какого-либо из министерств. То есть партия дала мне мандат и задание, или стать премьер-министром от партии «Согласие», таким образом реализовывать идеи и программы партии «Согласие», в том числе и те обещания, которые давались рижанам, или, соответственно, продолжить дальше работу в Рижской Думе. Это во-первых. Во-вторых, то, что мне удалось вместе с командой выполнить за эти годы работы в Рижской Думе, вот именно это удалось сделать с командой. Это не личная заслуга, это работа многих и многих людей. Когда команда мне, в принципе, как это было сегодня, единогласно говорит, ты иди и работай, вот у тебя новое задание, у меня нету права даже задуматься над тем, чтобы ответить «нет, не буду». То есть в этой ситуации я иду и работаю, задачи много, и они все сложные, потому что нужно и убедить большинство жителей Латвии, граждан Латвии, поддержать партию «Согласие», ее идеи, и потом эти идеи или в правительстве, на что мы рассчитываем, или, что мы тоже не исключаем, как жесткая оппозиция, но их реализовывать. Вы знаете, вот опросы говорят, последние, по крайней мере, что ЦС теряет позицию лидера. И даже не за столько, что вы какие-то проценты теряете, а резко вырос единство правящего единства. Ваш комментарий. Бывали месяцы, когда, я помню, перед выборами прошлого Сейма раз или два единство нас обгоняло по рейтингам. Бывало, что никто нас не обгонял по рейтингам. Сейчас уже, в принципе, не в прогнозах, не в рейтингах и не в аналитике дела. Сейчас до выборов осталось два с половиной месяца, и перед каждой партией, перед нами, в первую очередь, стоит вопрос мобилизации всех наших сторонников, всех наших избирателей, чтобы пришли, поддержали, чтобы помогли тем людям, которые представляют их интересы, получить максимальную поддержку, чтобы они эту максимальную поддержку могли дальше уже использовать, чтобы своим избирателям помочь в ответ. Или, если удастся, в правительстве, или, если не удастся, в качестве, опять же, как я говорю, жесткой оппозиции. Что касается комментариев вокруг событий общеполитических, так скажем, например, лидер национального объединения Гайдайс Берзинч думает, что Центр Согласия сейчас расплачивается, я процитирую, из-за желания одновременно спасти уже имеющийся электорат и из-за попытки привлечь новый. Левый фланг, например, вас вообще обвиняет в сдаче интересов русскоязычной части населения. Я бы тоже попросила прокомментировать, как одно, что... Националистам, с любой стороны, всегда живется очень просто. Но вот у них все черное тут, белое там, посередине ничего. Латвия для латышей, с одной стороны. Мы против коллаборационистов, предателей интересов русского народа и так далее. С другой стороны, у них нет никаких проблем в жизни. Каждый набирает свое небольшое количество голосов. Никогда других избирателей они не получат. Им все понятно, потому что в каждом обществе есть определенный процент людей, которые голосуют за радикальные национальные идеи. А партия Согласия изначально, в 2006 году, когда мы создавали объединение Центр Согласия, сейчас это все трансформировалось уже в партию Согласия. Наша задача была создать партию, в которой работают вместе латыши и не латыши. У нас же как есть? У нас есть латышские партии, где есть, скажем так, для демонстрации. Один русский политик, у нас есть русские партии, где есть один латышский политик. Не факт, что он по-латышски говорит, но есть, чтобы было. Мы в Риге того, что мы добились, вот то, о чем я говорил, командная работа, но это командная работа, в которой работают вместе уже пять лет латыши и не латыши. На список идет сейчас, на эти выборы. Вот сегодня мы утвердили на Думе, в этом списке 115 человек. 51 латыши, 42 русских, 5 белорусов, 4 украинца, 3 литовца, немцы, эстонцы, евреи, кареладин. Он все время перезбирается в Сейм уже много раз подряд. Мы представляем все латвийское общество. Можно говорить об интеграции, можно говорить о сплочении общества, можно просить по Европам деньги на какие-то различные программы, или можно делать это другим путем, как это делали согласие. Мы просто работаем вместе. Мы решаем те проблемы, которые одинаково больны и для латышей, и для латышей, и работают вместе. Националистам очень просто, замечательно. Ты не с нами, ты другой, вот у тебя и все не получается. Наша позиция всегда была самая сложная. Ну, так или иначе, вот как-то косвенно, наверное, к господину Берзеновичу, так к его мыслям присоединяются и два известных политолога. Господин Иепс сказал, что накануне выборов обостряется русский вопрос, а Кристиан Розенвалдс в повестке дня постоянно встают национальные и исторические вопросы. Правильно. Ну, потому что как? Ну, о чем проще говорить? О русском вопросе? Просто говорить. Порвал тельняшку или, не знаю, или куклы разбил, и все. И у тебя все получилось. Ты своих конкретных избирателей, которые готовы поддержать национальные идеи, ты их убедил, получил свои 5%, или 8%, или 4%, или 3%, и, соответственно, дальше живешь. Для того, чтобы говорить о том, каким образом, предположим, перевести в порядок налоговую систему, чтобы она была справедливой, то есть добиться, предположим, понижения того же самого НДС на продукты питания, о чем мы говорим. Или понижением НДС на отопление, потому что, ну, ясно, что у нас не будет фантастических и замечательных в ближайшее время отношений с Россией, настолько замечательных, чтобы они нам сделали скидку на газ. То, о чем мы говорим, создать, предположим, фонд поддержки производства, фонд поддержки науки, то есть работы для того, чтобы, с одной стороны, развивалась экономика, с другой стороны, чтобы налоговое время было честнее. Это все очень сложно. Действительно, где нужно десяткам людей работать, причем не самых глупых людей. Рывать тельняшки и говорить об угрозе руки Москвы в десятки раз проще. Поэтому поднимается русский вопрос, как сказал ИИПС, и национально-исторический вопрос, как сказал Розен Малтс. Господин Ушаков, осенние выборы уже вторые по счету, как согласие идет отдельно. Именно как согласие, а не центр согласия. Почему? Это какие-то признаки развала центра согласия? Это признаки дальнейшего развития партии согласия, потому что у нас две составляющие. Ну, партия одна, то, что связано с тем, что мы партия, в которой вместе работают латыши и не латыши, раз. Другая составляющая, что мы партия социал-демократическая. То есть то, что мы делали в Риге, это ярко выраженная социал-демократическая политика. Это наш путь развития, который мы выбрали. Наши товарищи, с которыми мы бок о бок все это время работали и работаем из соцпартии, мы пригласили в согласие представителей социалистов в наш список. В нашем списке есть представители, которые баллотируются в Риге, в других регионах от соцпартии. Мы их знаем, мы работали вместе в Сейме, работаем вместе в Евридической Думе. Но в согласии, ну, поймите, или мы, как другие партии, предположим, считаем, что у нас все замечательно, начинается стагнация. И мы видели немало партий, которые начинали радоваться достигнутым успехам. И теперь они, ну, в лучшем случае, не вспоминают только студенты, которые пишут об истории латвийской политики. Или ты продолжаешь развиваться. Если мы не будем развиваться, два направления. Латыши и не латыши работают вместе, и четко выраженная социал-демократическая политика. Тогда и мы рано или поздно превратимся в политическое прошлое. Ну что ж, спасибо. Ваша позиция ясна. Спасибо вам. Спасибо за интервью. Хорошего дня. Всего доброго.